МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом стало известно в ходе заседания стратегического комитета, которое провел премьер-министр Андрей Назаров. Что касается основных макроэкономических показателей, то за первые полугодия рост промпроизводства составил почти 6%. Строительство выросло на 16,8%. Оборот розничной торговли показал плюс 5,7%. Среднемесячная зарплата за январь-май текущего года подросла на 16,5%. Глава Кабмина остался недоволен темпами привлечения инвестиций за полгода и призвал членов правительства активнее работать в этом направлении. По инвестиционной деятельности, к сожалению, надо сказать, пока результаты не устраивают. Объем инвестиций за первый квартал в реальном выражении снизился на 7,6%. Премьер-министр поручил в ближайшее время сформировать уточненный прогноз, а к 23 октября завершить разработку обновленных документов. В строительной сфере Башкортостана в первом полугодии объем работ превысил 146 миллиардов рублей. Об этом говорится в докладе Башстата, подготовленном в преддверии Дня строителя. К августу этого года в республике построили более полутора миллионов квадратных метров жилья. Это на 5,5% больше, чем за такой же период 2022-го. Из объектов социальной значимости введены в эксплуатацию школы, рассчитанные в самокупности на 1200 мест, детсады на 260 мест, поликлиники на 1500 посещений в смену, а также медцентр площадью 270 квадратных метров. На сегодняшний день строительный сектор – один из самых трудоемких. В нем задействовано более 9 тысяч строительных организаций, в которых трудится порядка 60 тысяч специалистов. Напомню, что по итогам прошлого года в отрасли достигли рекордных показателей по объему выполненных строительных работ они составили 303 миллиарда рублей. В эксплуатацию ввели 3 миллиона квадратных метров жилья. В Башкортостане ищут подрядчиков для хранения зерна из запасов Федерального интервенционного фонда. Объединенная зерновая компания готова выделить на эти цели 1 миллиард рублей. 556 миллионов заплатят за хранение в течение трех лет 150 тысяч тонн зерна. 482 миллиона за хранение 130 тысяч тонн. Максимальная ставка за одну тонну в месяц составит 130 рублей. Как сообщили в региональном Минсельхозе, на сегодняшний день уже семь элеваторов республики заключили договор с объединенной зерновой компанией на хранение 420 тысяч тонн зерна. Наибольшие объемы – 115 тысяч тонн – примет башкирский элеватор в Белебеевском районе. Также запасы разместят на площадках компании «Реса», на Зерганском, Мелиузовском и других элеваторах. Подрядчики обязаны обеспечить сохранность зерна, проводить его инвентаризацию, подготовку и обеззараживание силосов из складских помещений. Объединенная зерновая компания – это госагент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. До 2024 года она планирует сформировать неснижаемые запасы в размере 3 миллионов тонн. Напомню, что интервенции применяются для нивелирования цен и минимизации убытков в сельском хозяйстве. В создание новой молочно-товарной фермы «Культабан» вложат 1 миллиард рублей. Об этом на инвестчасти в Доме республики сообщил генеральный директор компании «А7Агро» Алексей Комаровских. Проект включен в перечень приоритетных. Инвестор уже вложил 60 миллионов рублей в модернизацию действующих корпусов и обработку пахотных земель под посадку кормовых культур. Предполагается, что предприятие закупит дополнительно более 1 тысячи коров с высокой продуктивностью, то есть дающих больше молока, и оборудование для выращивания кормов, в том числе для создания оросительной системы. А7Агро просит увеличить площади подпосевы до 10 тысяч гектаров в Баймакском районе, а также компенсацию части расходов. Вложения идут в посевную, то есть мы сейчас подошли к тому, что уже сейчас заготавливаем уже корма. Год для нас там был благоприятный. Готовим корма впрок на два года, то есть стараемся уже вложить такую перспективу на следующие года. То есть, ну, проект нормально реализовывается, то есть зона нам там нравится, зона за Урале. Проект находится рядом с городом Сибай, порядка там 7 километров. То есть формируем сейчас трудовые ресурсы, квалифицированных кадров подбираем, то есть уже готовим ферму к приему нового поголовья. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на инвест Сабантуи за Урале 2023 в Сибае, А7 менеджмент, Сбербанк и правительство Башкортостана. С 2027 года ферма выйдет на производство 11,5 тысяч тонн молока в год, а поголовье увеличится до 2000 дойных коров. И в продолжение темы. Уфа Оргсинтез планирует вложить более полутора миллиардов рублей в реконструкцию очистных сооружений. Проект представили на инвест-часе. По словам менеджмента материнской компании Башнефть, модернизация очистных сооружений позволит устранить экологические риски и повысить эффективность очистки сточных вод. Первый этап проекта стоимостью 340 миллионов рублей уже реализован. Полностью завершить модернизацию планируют в 2025 году. Появится 23 новых рабочих места. Инвесткомитет принял решение присвоить проекту статус приоритетного, что дает возможность предоставления налоговых преференций. Меры региональной поддержки оцениваются в 83,5 миллиона рублей. Напомню, что с 1 июля в Башкортостане заработала новая программа защиты и поощрения инвестиций. Она включает пять направлений. Это минимизация барьеров, сбалансированность преференций, оптимизация административных процедур, цифровизация инвестиционного цикла, а также ответственный подход и систему мотивации. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.